Приветствую вас, аноним. Давайте будем разбираться с вашим вопросом. Вы пишите, хотелось бы разобраться в таком вопросе, почему парня так сильно беспокоит разница в возрасте. Значит, а здесь сразу, вот сразу, просто, просто, хотелось бы отметить следующее. Если парня беспокоит разница в возрасте, либо это человек, который не уверен в себе, как мужчина, например. Либо это человек, который склонен на первый план ставить именно внешние какие-то аспекты. Вот, то есть, человек склонен к тому, чтобы воспринимать реальность в том, значит, ну, в той, в той, в той, ее, значит, в том ее разрыве, как положено, как нужно, как правильно, да? То есть, это вот, значит, мужчина больше тяготеет именно, именно вот к неким общественным, скажем так, идеалам, к неким общественным ценностям, короче говоря, к стереотипам. К стереотипам мужчина тяготеет. Вот. И этот факт, этот факт говорит о том, что несмотря на то, что у мужчины все-таки есть, значит, бизнес, несмотря на то, что мужчина все-таки уже, значит, как-то состоялся в своей жизни, да, то есть, он, ну, что-то делает, у него есть какой-то эффект, есть какой-то результат, вот. Вот. Это говорит о том, что, несмотря на все эти моменты, он все же еще в себе не уверен. То есть, он, грубо говоря, не готов выступать против, значит, каких-то общественных видений, общественных взглядов, общественных позиций и так далее. Вот. И вряд ли вы сами можете это изменить. Вряд ли вы сами можете эту ситуацию исправить. Потому что, если мужчина волнует, общественные какие-то социальные аспекты, вот, то вряд ли вы с этим сами способны что-то сделать. Вряд ли вы сами способны это поменять. То есть, тут мужчина либо растет, да, мужчина либо растет, развивается, как-то что-то делает. И понимает, что действительно важно. Вот. Либо, соответственно, остается один без вас. И таким образом, получая опыт, свой опыт, он уже учится ценить, что действительно важно, что по-настоящему важно, вот, а что, соответственно, нет. То есть, возраст это не более, чем такой социальный стереотип, вот. Если, конечно, это не связано с определенными психологическими переживаниями. Дальше. Мы, когда познакомились с ним, у нас возникли чувства, он ухаживал, предложил встречаться и как-то не говорили о возрасте и т.д. Это нас абсолютно не беспокоило, так как мы даже и не думали, что окажемся не ровесниками. Что мы окажемся не ровесниками. Он думал, что мне 18, я думал, что ему 28. Но, как слышалось, потом оказалось, что ему 22, мне 27 лет. А, видите, здесь ситуация такая, что мужчина, как бы, как бы, почувствовал, да, что вы старше его. И это очень мощный стереотип, что женщина должна быть обязательно, ну, обязательно, Обязательно моложе. И моложе, моложе желательно на много. На много. Только, только так, мужчина может, значит, чувствовать себя, ну, скажем так, на коне. Да. Дальше. Лично я не чувствовал этой разницы ни во внешности, ни вообще. И он её не чувствовал, тоже, пока мы не узнали возраст друг друга. Но это означает, что для него важен вот такой внешний социальный аспект. Он работает, у него свой бизнес, зарабатывает уже сам себе на жизнь. Ну, вы знаете, это, то, что он зарабатывает сам себе на жизнь, и то, что у него есть свой бизнес, это, на самом деле, не так важно. То есть, для устойчивости, или лучше сказать, иммунитета к социальному влиянию, да, это, знаете, не имеет никакого отношения. Мужчина может быть самостоятельным и может продвигаться по социальной лестнице вверх, вверх, да, вот, совершенно спокойно может это делать. Но при этом, именно из-за того, что он продвигается по социальной лестнице вверх, именно из-за этого, именно из-за того, что он продвигается по социальной лестнице вверх, его может волновать эта самая социальная лестница. Он боится, что если он не будет следовать этой социальной лестнице, не будет следовать ее нормам-нормам, то под ней, по социальной лестнице он продвигаться больше не будет. Или будет какой-то, может быть, блок для него и так далее. То есть, понятно, что это миф, понятно, что это чушь, это понятно, но для него это важно, он в это верит. И вот от этого, к сожалению, уже, по сути дела, никуда и не деться. Дальше идем. Ага, так, я думаю, что это немаловажно, когда парень 22 года сидит на все у родителей, либо когда он самостоятельно имеет свой бизнес, свою работу. Ну, у вас здесь, надо сказать, тоже имеет место быть определенный социальный стереотип. То есть, с одной стороны, с одной стороны, вы, конечно, правы, с одной стороны. С одной стороны, вы правы, говоря о том, что вот мужчина самостоятельный, что он, там, у него 22 года уже свой бизнес и все такое, тут вы правы. Это да. Но, вместе с тем, бизнес мужчина может потерять. Бизнес у мужчины может закончиться, он может остаться, мужчина, я имею ввиду, может остаться ни с чем. Да. То есть, он может остаться незащищённым, знаете, он может остаться незащищённым. Именно вот, именно вот, если мы говорим в этом контексте. Да. В контексте, ну, в контексте незащищённых, в контексте стабильности. А вы считаете, что это хорошо. То есть, лучше, если мужчина на 22 года, может быть, еще сидит на шее у родителей, но получает образование хорошее. Да. И тогда он будет стабилен. Может быть, он будет меньше зарабатывать. Это да. Но он хотя бы будет стабилен. Он может обеспечить себя в любом случае. Либо, он, не имея образования, получает, быть может, хорошие деньги, но при том же, что он получает хорошие деньги, он при этом, при этом рискует остаться без всего. Вот. Вот это то, чего вы, скорее всего, ну, то, на что вы не обращаете своё внимание. Дальше. В последнее время он начал говорить за возраст. Неужели причина в нём? Здесь я сразу хотел бы сказать, что не очень понял, не очень понял смысл того, что вы сказали. для меня не очень понятен. Вы говорите, мужчина начал говорить за возраст. То есть, вот смысл того, что вы сказали, для меня не очень понятен. понять. Вы говорите, мужчина начал говорить за возраст. В смысле? Дальше. У него есть тетя, которая моя ровесница, а муж ее старший, мой поэтому это его беспокоит. Нет, не поэтому, не поэтому. Это его собственные переживания. Я выгляжу молодой, я худенькая, миниатюрная, у меня правда детская личика, мало кто дает мой возраст, я сама себя чувствую нечувствую на 27. Почему я вот так беспокоюсь? Объяснил. Ведь у нас все было хорошо, мы встречались полгода, я вижу, что он не безразличен. Ну, здесь правильно вам сказал мой коллега, что Кудряшов Игорь Леонидович, что вы свои переживания сами проецируете на молодого человека. То есть, может быть, его возраст и волнует. Может быть. Этого мы исключать не будем. Вот. Но, но, тем не менее, и вас. Ага. Значит, значит, это волнует тоже. Вот. Понимаете? Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важное значение, то, как вы сами, как вы сами относитесь к тому, что происходит. То есть, готовы ли вы сами что-то делать? Вот. Сами, сами что-то предпринимать, да, вот, готовы ли вы поддерживать своего мужчину, например, и так далее. Это тоже очень важно, какие у вас у самой переживания по данному поводу, то есть, что вы чувствуете, почему вас это волнует, чем вас это волнует, ну, не уверен в себе мужчина, например, говорит про возраст, ну, значит, он не готов с вами быть в отношениях, но вас это как-то задевает, получается, вот, как только он идет на встречу, отдыхается с одним знакомым, сразу после встречи отстраняется от меня. Это говорит о его внушаемости, это говорит о его внушаемости, о том, что мужчина очень сильно внушаем, да. К сожалению, к сожалению, это правда. Тут, конечно, мало что можно поделать. Если человек настолько внушаем, да, вот, что тут, конечно, вы ничего не поделаете. Опять же, это, это скорее, это скорее вам сигнал, понимаете, что ваш мужчина недостаточно уверен в себе, а значит, не может защитить, например, себя и не может защитить, например, других, в том числе вас. Вот. Дальше. Может, я могу заговорить, что нафиг тебе это, старушка. Здесь, вот, мне кажется, что вы сами уже, здесь вы сами уже свои переживания по поводу возраста, то есть, возраста, да, то есть, может быть, вы считаете себя, ну, старый, слишком, может быть, вы сомневаетесь по поводу возраста, может быть, возраст это то, что вас волнует саму, а вот здесь вы, значит, на себя проектируете, на него, точнее, проектируете то, что касается вас. Потому что, откуда у вас взялось такое вот, ну, такая интерпретация, старушка, нафиг, нафиг нужна и так далее. Вот откуда? Просто сами подумайте. Не случайно же? Значит, вы, скорее всего, чего-то боитесь, вы, скорее всего, чего-то опасаетесь, вы, скорее всего, чего-то ждете. Вот. И дело не в том, дело не в том, накручивает ли его там кто-то, не накручивает ли его там кто-то, да, дело не в этом. Дело в том, дело в том, как вы сами это все воспринимаете. Что для вас это значит? То есть, ну, накручивает ли его кто-то, ну и что? Вот. Ну, короче, сейчас, сейчас его накручивают в одном, да? А дальше, если его будут накручивают в чем-то еще, вы тоже будете переживать? Знаете, какая история? Вы тоже будете беспокоиться за то, как вот он, вот почему он, вот как сейчас так и так далее. То есть, это вот как раз таки и есть в некоторой степени родительская модель поведения. Вот. Заметьте, я сказал, в некоторой степени родительская модель поведения. Не совсем, но в некоторой степени. Вот. Потому что вы, как бы, за него пытаетесь что-то решить. Вот. При этом вы говорите, что вы для него не мама, при этом вы говорите, что вы даете ему возможность быть мужчиной. Вот. То есть, это, как минимум, противоречие той. Причем, меня знакомый не видел, не общался, только услышал цифру и сделал выводы. Неужели в цифру паспорта являются решающие и определяющие все? Для определенных людей – да. Неужели это такая огромная разница? Нет, разница не огромная, просто для некоторых людей это имеет значение. Вопрос в том, как вы это воспринимаете. А как же общение, чувства, эмоции и т.д. для людей, для людей, некоторых людей, для некоторых людей, это на самом деле, на самом деле не имеет значения. Для некоторых людей. Это абсолютно никакого значения не имеет. Общение, чувства и т.д. То есть, до определенного момента – это так. До определенного момента люди – да, чувства, да, все здорово, да. Вот. Но, когда дело начинает касаться каких-то критических моментов, критических точек, человек сразу начинает думать о том, что ему важно. Вот. Так что, опять же, это ваша реакция. Количество ваших вопросов говорит о том, что это волнует вас, что это вас напрягает, что это вам тяжело. Неужели я для него старая бабулька? Ну, вот это вот, вот это, в принципе, опять же, ваше отношение к себе. То есть, вы боитесь, что вы для него старый. Он все время повторяет, я молодой, я молодой, но тут нужно понять, в каком контексте он это повторяет. Вот. А я, что старуха, которая еле дышится, вот-вот помрет. Но это, я опять же говорю, не принимайте себя, правильно? Вам сказал мой коллега Кудрычев Игорь Леонидович. Разница у нас получается даже в 6 лет, у меня скоро будет день рождения летом. Значит, так. Я о том же и говорю, что эта разница, она, в принципе, незаметна. Незаметна для людей, которые уверены в себе. Но для вас, например, эта разница заметна, и для него эта разница заметна тоже. Вот. У него есть определенная стереотипность мышления. И у вас есть определенная стереотипность мышления. Ага. Дальше. Я понимаю, я была бы на 10-15 лет старше. Я бы сама себя чувствовала некомфортно, кроме того, 7 месяцев. Этот вопрос нас вообще не беспокоит. Ну, 7 месяцев, все-таки, срок не такой большой. Это первое. Второе. А 10-15 лет, в принципе, это тоже не проблема. Вот. И то, что вы чувствовали себя некомфортно в этом случае, как бы говорит о том, что у вас по возрасту есть пунктик. Потому что для любви, для любви безусловной, для любви не невротической, все возрасты абсолютно подходят. Дальше. Просто понимаете, сам-то он не выглядит на свои 22, а выглядит как 28-летний мужик, и к чему это? В самих отношениях, в том числе и сексуальных, я являюсь ведомым, он ведущим. Секция, например, очень опытная, тогда как я нет. А вот по какой причине вы нет? Вы нет. Вот я заметил, у вас некая такая, знаете, категоричность, некая детскость суждений. Вот. Может быть, именно детскость суждений определяет то, что вы не настолько социализированы, не настолько уверены в себе. Может быть, именно это определяет то, что вы сомневаетесь, например, в себе. Может быть, именно это определяет вашу неуверенность в себе. Если так, то со всеми этими вещами нужно будет работать, как минимум, их нужно исследовать, чтобы вы понимали, о чём идёт речь, вот, потому что вот то, что вы говорите, что вы неопытны, да, это вот, это момент, это момент, который ни в коем случае, ни в коем случае, ну, я считаю, нельзя сбрасывать, значит, со счетов, никак. Так. Дальше идём. Он опытный, я нет, то есть нет такого, что я ему мамочка, он мужчина во всех смыслах, но, видимо, ему хочется, чтобы у него была 18-летняя, не с ним фешка. Опять же, опять же, давайте предположим, вот, просто предположим, что вы правы. Давайте просто предположим, что вы правы, и всё действительно так. И есть. Что для вас, для вас, вот именно для вас, что это всё означает? Тогда. В таком случае. Как вы будете думать о себе, например? Понимаете? Будете ли вы думать о себе, допустим, хуже? Или будете вы думать о себе, допустим, так же? Или вы будете думать о мужчине своём как-то вот, значит, по-другому, не так, как сейчас? Понимаете, да? Такой момент. То есть вот, вот это нужно обсудить. Это нужно выявить вам. Понимаете? Понимаете? Дальше идём. Кто знает, может быть, он, значит, тупо так сливается, нашёл причину и зацепился. Возможно. Возможно. Вопрос в том, как вы сами к этому относитесь и по какой причине. Понимаете? Вот это, это действительно важно. А не столько важно, почему мужчина ведёт себя именно так, да, не столько важно, сколько важна ваша реакция. Вот. Заметьте, что вы не говорите о своих чувствах, вы не говорите о том, что чувствуете вы, вы говорите, что он не безразличен, он, что чувства у него, а про себя вы ничего не говорите. Вот. И мне кажется, что это тоже очень такой, ага, ну, значимый момент здесь. Вот. Поэтому надеюсь, что на ваш вопрос я ответил. Надеюсь, что проблему, которую я обозначил, вы увидите, вот, и как-то с ней поработаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду раз помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.